Приветствую вас на канале Девайс! В сегодняшнем видео я покажу вам игровую сборку в бюджете до 80 тысяч рублей, с вариациями на Intel и AMD. Несмотря на солидную цифру, я не смог позволить себе использовать исключительно топовые комплектующие. Железо неумолимо растет в цене, а выбор на рынке становится все более скудным. Тем не менее, конфиг получился довольно интересным и более-менее актуальным на сегодняшний день. В концовке видео я по традиции покажу вам средние показатели фреймрейта в нескольких популярных играх, так что не переключайтесь, в описании будут ссылки на все использованные комплектующие. Не забываем про лайк и подписку на канал, кликайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео и обязательно делитесь своим мнением о сборке в комментариях. Начинаем! Конфигурация на AMD стартует с материнской платы MSI-B450A Pro Max. Модель относится к бюджетному классу и имеет ряд незначительных минусов. Например, здесь нет поддержки PCI-Express 4-го поколения, слот M.2 всего один, а интерфейс BIOS выглядит слегка устаревшим на фоне современных материнок. Впрочем, на этом перечисление недостатков можно заканчивать. Плюсов у платы гораздо больше. Дизайн строгий и лаконичный, никаких подсветок нет. Системы питания и охлаждения без проблем справляются с 16-ти ядерными камнями в стоке. Если обновить BIOS, то появится возможность установки процессоров Ryzen 5000 серии. Кстати, апдейт можно сделать автономно через флеш-накопитель, без подключения процца или видеокарты. Для этого на задней панели есть кнопка Flash BIOS. Похожую фишку в своих материнках обычно использует компания Asus. Только у них это называется флешбек и вместо кнопки предусмотрен специальный USB-разъем. Плата поддерживает память DDR4 в двухканальном режиме с частотой в разгоне до 4133 МГц. На задней панели расположился довольно богатый набор интерфейсов. Два USB 3.2 Gen2, два USB 3.2 Gen1, два USB 2.0, звуковые выходы HD Audio, комбинированный порт PS на 2, LAN-разъем, HDMI, DVI-D, VGA и ранее упомянутая кнопка Flash BIOS. По соотношению цена-качество, это определенно лучшая из доступных на сегодня материнка на сокете AM4. Кстати, заглядывайте в мой телеграм-канал, там я регулярно выкладываю свежие подборки, топы, рейтинги и сравнения компьютерного железа и не только. В описании будет ссылка, обязательно подписывайтесь и получайте доступ к уникальному контенту. С процессором мне долго думать не пришлось. Народный Ryzen 3600 вписывается сюда практически идеально. Несмотря на выход, в 2019 году он до сих пор не потерял актуальности. Из-за этого стоимость процессора не снижается с момента старта продаж, разве что есть шанс поймать его по скидке. Что касается производительности, то 6 ядер и 12 потоков обеспечивают максимальный комфорт в играх и при работе с требовательным программным обеспечением. В стоке камень запускается при частоте 3600 МГц. При желании можно разогнать его до 4200. Поддерживается оперативная память типа DDR4 с тактовой до 3,2 ГГц. Для охлаждения лучше взять нормальный башенный кулер, что я и сделал. Покупал, конечно же, OEM-версию. С платами для Intel не все так радушно. Мало того, что синие буквально каждое поколение меняют сокеты, так и цены на старые материнки не думают падать. В этот раз я приобрел плату от Gigabyte B560M DS3H в micro ATX исполнении. Можно было взять что-нибудь слегка попроще на чипсете B460. Но в таком случае я уже лишаюсь потенциального будущего обновления на 11-е поколение процессоров Intel. Несмотря на уменьшенный форм-фактор, на плате нашлось место для 4 слотов под ОЗУ и 2 разъемов M.2. Есть поддержка PCI-Express 4.0. Следуя за трендами, Gigabyte тоже внедрила в свою материнку возможность обновления BIOS без установки прочих комплектующих. Для этого на плате размещена кнопка Q-Flash+. Дистрибутив прошивки, можно скачать с официального сайта компании. Задняя панель стала побогаче, чем на AMD-шной материнке. Появился порт USB Type-C и DisplayPort. В остальном набор интерфейсов схож. Core i5-10400F – самый сбалансированный процессор Intel в бюджетном сегменте. Именно его я и выбрал. Индекс F подразумевает отсутствие интегрированного графического процессора. Прот слегка уступает по общей производительности 3600 Ryzen из-за более слабых характеристик. Но для игровых задач эта разница не является существенной. Камень без проблем раскрывает видеокарту, о которой будет сказано чуть позже. У 10400F заблокирован множитель. В зависимости от нагрузки, частоты некоторых ядер могут повышаться до 4,3 ГГц. Но удерживать этот показатель не получится. Не сказал бы, что меня это сильно печалит. В своем стоковом состоянии производительности процессора хватает буквально для любой задачи. Будь то рендер видео для ютуба или ААА гейминг. В биос можно снять ограничения на энергопотребление. В таком случае TDP может подняться до 130-140 Вт. А частота на одно ядро в свою очередь повысится до стабильных 4,3 ГГц. Но для таких манипуляций понадобится башня с соответствующим показателем теплоотвода. Раз уж я заговорил о системе охлаждения, то самое время перейти к кулеру. Диппул GMX300 Fury достаточно недорогая башня с тремя тепловыми трубками, которая отводит до 130 Вт тепла. Не предел мечтаний для оверклокера, но для моих задач этого более чем достаточно. Кулер подходит под сокеты AM4 и LGA1200. Уровень шума не превышает 21 дБ. Имеется штатная подсветка синего типа. С установкой на Ryzen 3600 мне пришлось немного помучиться. Лучше всего это сделать на снятой материнской плате. Оперативка от Patriot Memory частый гость в моих сборках. Вот и в этот раз я выбрал себе две планки по 8 гигов из серии Viper 4 Blackout. Память выглядит агрессивно и лаконично, без подсветки и с комплектными радиаторами. При включении XMP профиля ОЗУ заводится на частоте 3200 МГц. С таймингами 16, 18, 18, 36. Если поиграться с разгоном, то можно выжать до 3600 МГц. Радиаторы делают свою работу, проблем с перегревом нет. Для сборки на Intel можно подобрать вариант немного дешевле с частотой 2666 МГц. Разница в цене будет порядка 5-10%. За хранилище данных сборки будет отвечать твердотельник ADATA XPGSX 6000 Lite на 1 ТБ. Памяти с запасом хватит и на систему с основным набором программного обеспечения и на игры. Эта модель не самое топовое решение, предлагаемое рынком. Но я решил немного сэкономить. SSD-шник стоит дешевле своих конкурентов за счет не самой высокой скорости на чтение и запись 1800 и 1200 МБ в секунду соответственно. Ресурс перезаписи 480 ТБ. В топовых моделях эта цифра начинается от 600. Что-то мне подсказывает, что я не израсходую даже половину от этого объема. Ну а разница в скорости не будет особо ощущаться в игровых задачах. Производитель дает гарантию на 5 лет и заявляет 1,8 миллионов часов наработки на отказ. Вдоль и поперек, изучив предложения на всех возможных маркетплейсах, я остановился на GTX 1660. Ввиду дефицита видеокарт эта модель является лучшим вариантом в моем бюджете. Карточки с приставкой TI и Super стоят минимум на 30% дороже. При этом рост FPS будет в среднем порядка 8-10%. Эти варианты я даже не рассматривал. Ну а RTX 2000 или 3000 серии пока что остаются за пределами адекватного бюджета. Несмотря на то, что мне пришлось пойти на определенные компромиссы, игровая производительность сборки получилась вполне достаточной. Да, а 4К гейминге мечтать не приходится. Но в Full HD практически все современные тайтлы будут запускаться без проблем. Подтверждение этому вы увидите уже через пару минут. Блок питания я взял из расчета потребляемой мощности системы. Для GTX 1660 рекомендуется минимум 450 Вт. Мой выбор кулер на 500 Вт от Cooler Master Master Watt Lite 230V. БП прошел сертификацию 80+. По линии плюс 12 Вольт здесь внушительные для такой мощности 456 Вт. Конструкция обычная, не модульная. КПД, как и положено сертифицированным устройством, составляет 85%. Конечно же тут есть и стандартный набор различных защит, на которых не вижу смысла заострять внимание. Комплектный вентилятор на 120 мм. Уровень шума минимальный. Вишенкой на торте будет стильный корпус от AeroCool Bolt Black. Боковая крышка выполнена из прозрачного акрилового стекла. Передняя панель стилизована под карбон разбавленный RGB подсветкой. Внизу корпуса есть пластиковые ножки с прорезиненной подошвой, что весьма удобно для его установки на столешницу. Основной материал – недорогая и легкая сталь, соответствующая стоимости кейса. Сверху расположились кнопки питания и перезагрузки, два порта USB 2.0, один USB 3.0, аудиовыходы и кнопка управления режимом подсветки. В комплекте идет один встроенный вентилятор на 120 мм, который установлен на задней панели. При желании можно доукомплектовать корпус еще шестью вертушками. Для блока питания предусмотрена нижнее расположение. С установкой комплектующих никаких проблем не возникало, все поместилось без проблем. Пора переходить к игровым тестам и оценить на что способна в сегодняшних реалиях GTX 1660 в связке с Intel Core i5-10400F и Ryzen 5 3600. Для этого я подготовил таблицу с показателями средней частоты кадров при разрешении Full HD, 2K и 4K. Все игры я запускал на максимальных настройках графики. Видеокарта стабильно вытягивает более 30 FPS из всех современных проектов в разрешении 1080p. С 2K и 4K есть правиться уже гораздо тяжелее. Но ту же Assassin's Creed Valhalla вполне можно пройти в 1440p. Всеми любимый третий ведьмак работает на консольном фреймрейте при ультра настройках в 4K разрешении. Если снизить качество графики, то рост FPS составит 100-150%. Исходя из бюджета и небогатого выбора комплектующих, могу смело заявить, что сборка удалась. Конечно, хотелось бы при вложении 80 тысяч получить нечто большее с запасом на будущее. Но рынок диктует свои условия и остается только под них подстраиваться. Уверен, что хотя бы на ближайший год-два этой сборки будет достаточно, чтобы с комфортом проходить новые игрушки и выполнять рабочие задачи. Ну а со временем можно будет и подумать об апгрейде. Пока что я довольствуюсь тем, что есть. А как вы думаете, когда стоит ждать стабилизации цен на железо? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Все ссылки на комплектующие, которые использовались в сегодняшнем видео, будут в описании. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Девайс. Не забывайте нажать на колокольчик и первыми узнавать о новых роликах. Всем пока!